Дмитрий Серебряков Автор Глава первая Наконец-то моему телу исполнилось 14 лет. Почему телу? Потому что все предыдущие 14 лет в новом теле я им почти не управлял. Иногда вмешивался, но в основном работали мои программы психомоделирования. Честно говоря, никогда не думал, что будет со мной после смерти. Времени на это особо не было. Да и в 2052 году человечество вплотную приблизилось к практическому бессмертию. Правда, только для избранных. Ваш покорный слуга был одним из ведущих разработчиков бессмертия, а именно цифрового переноса матрицы человека. Так что я рассчитывал на долгую и безоблачную жизнь. Но как оказалось, то, что мы принимали в расчет только как гипотезу, было правдой. Душа есть. В той жизни я не верил в наличие души, и потому сам себя отправил на испытания по переносу матрицы. Как результат, смерть тела и перенос меня в другой мир. Как это произошло и почему, я не знаю. Но у меня есть новое тело в мире с магией, так что думаю, рано или поздно, но смогу возобновить исследования в этом направлении. Первый день в новом мире шокировал меня. Осознать себя в теле ребенка в утробе матери – то еще удовольствие. Слава Богу! Ибо если есть душа, то и Бог или Боги, скорее всего, тоже есть. Мой уклад сознания не позволил скатиться в беспамятство. К тому же, когда еще будет возможность увидеть такой эксперимент, как рождение самого себя? Ну а времени разобраться и настроить собственный мозг у меня было навалом. Ибо когда нет других дел, работы, семьи, бытовых забот, да и просто не нужно есть, а сон не полный, то даже те пять месяцев в утробе матери – просто огромный кусок времени. Новый мозг оказался очень пластичным. И любые программы, которые я создавал спокойно и без проблем, устанавливались и работали. Эх, мне бы в той жизни все эти знания. Но, увы и ах, что есть, то есть. Очень многие уверены, что мозг человека запрограммировать невозможно. Непонятно, на чем базируется их уверенность. Для примера, попробуйте вспомнить, что вы ели вчера, а позавчера, а десять или сто дней назад. Если потратить огромный кусок времени и потихоньку восстановить события, то можно вспомнить всю свою жизнь. Но как именно происходит процесс вспоминания? Как оказалось, очень просто. В нашей голове есть огромное количество программ и подпрограмм. Система поиска – не исключение. Я уже молчу о программах, которые управляют нашим движением. Тот же бег, например. Сомневаюсь, что кто-то в состоянии осознанно управлять всеми мышцами, которые используются при беге. Да и зачем? Если у нас есть программа, которая за это отвечает. В голове же еще нерожденного ребенка есть только заготовки. Хотя наличие заготовок меня сначала удивило. Но проанализировав поток сознания в голове, я с удивлением обнаружил банальную передачу базовых функций от матери ребенку. Все-таки есть что-то волшебное в этих процессах. Кто-то скажет, зачем вмешиваться в этот идеальный процесс? Уж извините, но мне почему-то не хотелось лежать в пеленках в собственных испражнениях и тупо смотреть в одну точку. Так что пришлось поработать. Первым делом я создал в своей голове вирт-реальность. Ее еще некоторые называют подсознанием или внутренним духовным миром. Хотя от смены названия суть не меняется. Теперь у меня удобное место для жизни собственного сознания. Правда, пришлось на это два месяца угробить. И это только на создание маленькой комнаты с мониторами от глаз и выводом звука. Но начало было положено. Дальше написал бота, программу для тела и эмоций. Потом еще не раз все это доделывал и дописывал. И только когда мне исполнилось 11 лет, удалось исправить все баги и проблемы с ботом. Да и вирт-мир уже был хороший такой внутренний бункер. Почему бункера, например, не лес или поле? Так мир же магический. Благо, применение бытовой магии я видел не раз. Так что и возможность наличия магии и разума весьма высока. Как они работают, я не в курсе. Но как смог, так и защитил свой разум и вирт. И хотя я практически не участвовал в реале своего тела, но даже так время за работой, анализом и экспериментами просто улетало. В итоге я только после 12 лет начал изредка брать управление на себя. В основном для проверки на практике всего того, что успел наворотить. Чувствовать новую реальность было странно и не очень приятно. После высокотехнологичного мира оказаться в реальном средневековье, хотя и магическом, мало приятного. Банальное отсутствие собеседников просто убивало на корню желание там находиться. Уровень интеллекта у аборигенов оставлял желать лучшего. Единственная надежда была на поступление в магическую академию в столице королевства. Моя новая семья были обычными ремесленниками в маленьком городке возле замка графа Эдорского. Отец был кожевником, а мать кухаркой в трактире по соседству. И, в общем-то, шансов попасть в академию у меня не было совсем. Но правильно разработанный план и опыт прошлой жизни дали результат. А логика была простая. Рядом семья графа. У графа куча детей. Тут это весьма популярное дело среди дворян. Иметь больше десяти детей. Ну а что? Магия лечебная на супер уровне. Правда, не просто для избранных, а только для весьма богатых. А так, если есть деньги, то стопроцентное здоровье тоже есть. Оплодят они потомков из-за выбора наследника. Ибо стать наследником дворянина может только маг уровня мастера или выше. А это возможно только если базовый параметр магии от десяти сфер. И хотя среди благородных потомков шанс на такой результат выше, чем, например, у меня, но он все равно мал. Как я смог понять, магом может стать примерно один из тысячи. А такое, чтобы на десять сфер, это пока статистике не поддается. Ибо у нас таки в городе, да и во всех владениях, графа только четверо. Сам граф, старший мастер. Его жена, мастер. Старший городской лекарь, старший мастер. И глава боевых магов, мастер в войске самого графа. А у графа во владении, на секундочку, четыре города. Хотя, с точки зрения моего прошлого, это не города, а поселки. Но тут, если больше двух тысяч в одном месте живет, значит город. Ну да ладно, вернемся к плану. Первым делом, уже с трех лет, мой бот начал готовить тело к физическим нагрузкам. Всем я уже знал все о графе и его семье. Да и город замком облазил весь. Ну а что, времени-то вагон. Школ тут нет, так что все сам. Отец в мастерской целый день горбатился, он там был помощником мастера. А мать в трактире постоянно. Иногда не только днем и вечером, но и ночью. Увы и ах, но тут такие порядки. Нравится, не нравится, выживай как хочешь. Мне было удивительно осознавать, что отец не ревнует мать, а наоборот поощряет и хвалит. Мдааа. В общем, уже к девяти годам тело у меня было подготовлено на все сто. Дальше я приступил к реализации второй части. Подружиться с сыном графа, мальчиком примерно моего возраста. Тут надо понимать, что к этому времени я уже работал на подхвате в конюшне у графа. Этот момент был самым простым, ибо помогать конюху только за еду не хотел никто. Так что все, что творилось в замке, мне было известно. Сын графа Арос был обычным пареньком, со всеми увлечениями мальчишек такого возраста. То есть, кроме игры и приключений, его ничто другое не интересовало. А так как интернета и компов нет, то развлечения нужно находить самому в реале. Так что с моей помощью Арос узнал и как строить плод, и как рыбачить, и как хулиганить, и тому подобное. В итоге мы стали друзьями. В десять лет у мальчиков-аристократов начиналась подготовка к академии и обучение воинскому искусству. В случае, если в академию не примут, армия наша все. И если обучение точным и письменным наукам для Ароса было адом, то вот обучаться у мастера меча Порга было ему радостно и весело. А за то, что я помогал Аросу в науках, он типа обучал меня тому, чему научился у мастера. Почему типа? Во-первых, учитель он никакой. А во-вторых, наблюдение за тренировками самого мастера, за его разминкой и спаррингом с офицерами гарнизона давали знаний мне намного больше. Хотя эти знания были весьма примитивными. Ну а что вы хотели? В средневековье нет кучи баз данных по рукопашному бою или владению холодным оружием. Все, что они умели, это уровень новичка, по сравнению с моим прошлым миром. Тут-то мне и пригодились базы знаний, которые я писал в свое время для различных виртмиров. Писал я их только из-за того, что платили за них весьма неплохо, и думал, что просто трачу свое время на не особо нужную мне тему. Но, как видим, то, что тогда казалось лишним, сейчас пригодилось в полном объеме. Одна только база ассасина для какого-то из фэнтезийных миров оказалась просто кладом для меня сейчас. И таких баз было прилично. Вот только если с развитием ассасина, вора, мечника и рукопашника особых проблем не было, то развить навык лучника или арбалетчика было еще той проблемой. Луки тут были дорогой игрушкой, да и не продавали их особо. Пришлось мастерить самому, собственно, как и арбалет. Насчет остальных знаний об этом мире, все книги в замке я успел прочесть еще 8 лет. Тут их никто не охранял, ибо все они были помечены магически. Читать можно, а вот если украдешь, то все. Сигналка, стража и тюрьма. Так что все эти маневры с Аросом были нужны только для укрепления дружбы. И завоевания доверия самого графа. Это только дети наивно думают, что их родители не замечают и не знают, что дети делают. Я, естественно, таким не был. А потому не просто был уверен, что граф в курсе всех дел сына, но и неоднократно подслушивал разговоры графа с наставниками Ароса на эту тему. Кстати, подслушивать кого-либо в замке было несложно. Секретных проходов и комнат в замке полно. А умея строить по точным подсчетам 3D модель замка, найти такие проходы дело времени. И да, они когда-то были с магической защитой и сигналкой. Но накопители давно сдохли, а новые казначей вроде как покупал по бумагам, но ставить не спешил. Тут вообще казначей тот еще ворюга. Он воровал у графа, а я тихонько воровал у него. Так что совесть меня никак не мучила. Круговорот бабла в природе, как говорится. В общем, когда нам с Аросом исполнилось по 14 лет, граф закономерно решил, что я идеально подхожу на роль оруженосца Ароса. Естественно, я не собирался оставаться оруженосцем. Все, что было мне нужно, добраться до столицы. А дальше Арос в одну сторону, а я в другую. Об академии, поступлении и финансах я узнал все заранее. Денег у казначея я стащил немного, и их было достаточно для поступления. Но была идея, где достать необходимую сумму. А вот чего у меня было в достатке, так это знаний в точных науках. Остались только два пункта – документы и внешность. С документами все решалось просто. Уровень защиты документов в этом мире после современного был просто мизерный. Так что сделать себе документы какого-нибудь барона или купца – плевое дело. Даже графа можно. Но если баронов и купцов в королевстве как собак, то вот графов и им подобных очень мало, и все на виду. В академию могли поступить в теории любые желающие, у кого обнаружится магический дар. Но вот на практике заплатить первый взнос могли либо очень богатые купцы, либо дворяне. Так как ты сначала платишь, и только потом проходишь тест на магию. И если магии нет, то ты свободен, а деньги остаются у академии. С магией тоже вопросов не было. У графа имелась сфера опознания магией. Так что магия у меня и Ароса есть. Но вот сколько именно сфер мог показать только артефакт активаций, который находится в академии. То, что у графа была хоть такая сфера, и то счастье. Ибо стоила она бешеных денег. Естественно, проверил я себя тайно. Незачем знать графу, есть у меня магический дар или нет. Кстати, воровству и тайным перемещением я учился у местных воровских авторитетов. Они были уверены, что я помогу им обчистить казну графа. Тут таился один из моих замыслов по добыче денег. Думается мне, у воров есть какая-никакая, но казна. Насчет смены внешности мне удалось узнать случайно еще в 10 лет. Тогда местный маг-лекарь с помощью магии изменил немного лицо девушки. Это сразу стало одним из пунктов моего плана. Если до этого момента я думал менять внешность с помощью грима, то после него моя цель изменилась. А реальной она стала случайно. Одной из дочерей графа и Луни не понравился собственный нос, лоб и подбородок. И исправить нужно было прямо сейчас и срочно. Вот захотелось ей и все тут. Но в этот момент в столице намечались сборы именитых магов-лекарей королевства. И наш местный маг-лекарь спешил туда попасть. И потому, повздыхав и поскрепев, он достал свиток магии и отдал его и Луни. Свитки тут вещь очень дорогая и одноразовая. Ибо использовать их может кто угодно, даже не маг. А вот создать такой свиток очень сложно и дорого. А главное, времени на его создание нужно в десятки раз больше, чем просто все сделать самому. И вроде бы, где тут мой шанс? Тут, чтобы было понятней. И Луна была еще та Маша-растеряша. И это касалось абсолютно всего. Так что пришлось рисковать. Хотя риск и неприятен для меня, как факт. Но приз слишком заманчив. Пришлось срочно разработать и реализовать план по похищению свитка. И что самое обидное, все прошло слишком гладко и просто. Я там суперплан разработал. Увел новую книжку роману графини, подсунул и Луни. Она ему влеклась и забыла о свитке. Куча подстраховок, алиби, наблюдения и заметания следов. И все напрасно. Одной книги хватило на все. Ну вот как так можно было просто забыть о таком дорогущем свитке? И тут вроде бы должен был вернуться маг и поинтересоваться процессом. Но магу после поездки в столицу было абсолютно пофиг. И он вроде вообще забыл, что давал свиток и Луни. Так что просто сам я исправил лицо и на этом все. Как говорится, рука и лицо. А свиток был непростой. И позволял менять лицо, как тебе вздумается. Причем менять можно было не только лицо, но и цвет волос. Просто мечта шпиона и вора. Вот только стоимость такого свитка была свыше ста золотых. Для примера, стоимость обучения в академии за пять лет составляла полторы тысячи золотых. И это с проживанием и питанием на все пять лет. В общем, этих дворян мне не понять. И вот настал тот день и час, когда отправлюсь в путь далекий. Тьфу, аж стихами заговорил. В любом случае, моя жизнь наконец начинается. И я надеюсь, в столице бот-программы не будут необходимы мне так, как сейчас.